Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. На официальном сайте арбитражного суда города Москвы опубликовано решение по иску потребительского кооператива Bestway к Центральному банку Российской Федерации. И в данном видео я собираюсь зачитать данное решение. Субтитры создавал DimaTorzok А в видеоформате «Читать буду я» вы же можете заниматься параллельно своими делами и просто слушать, опять же, для экономии времени можете поставить проигрывание на увеличенную скорость. Как вам удобно. Если вы являетесь юристом и у вас есть какие-то комментарии, дополнения, пояснения по данному судебному решению, то, пожалуйста, напишите их в комментариях. Итак, город Москва, 25 мая 2022 года. Дело номер такое-то. Резолютивная часть решения объявлена 18 мая 2022 года. Решение в полном объеме изготовлено 25 мая. Арбитражный суд в составе судьи Кузина ММ при введении протокола секретарем судебного заседания Ковтанюком ЯГЭ, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни Бествей Центральному банку Российской Федерации о признании незаконными действий с участием от заявителя Миронова АА, доверенность от 12 мая 2022 года, Печкин ДА, доверенность от 12 мая 2022 года, от ответчика Петров АЭС, доверенность от 8 декабря 2020 года, Высоцкая ИЭС, доверенность от 8 июня 2021 года. Суд установил, Межрегиональный потребительский кооператив по улучшению качества жизни Бествей, далее заявитель, кооператив или ПК Бествей, обратился в арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконными действий Центрального банка Российской Федерации, далее ответчик, Банк России, выразившихся во включении ПК Бествей в опубликованной на официальном сайте Банка России, здесь вы видите ссылку, список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, как содержащие признаки финансовой пирамиды, об обязании исключить ПК Бествей из опубликованного на официальном сайте Банка России списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, как содержащие признаки финансовой пирамиды. Заявитель поддержал требования в полном объеме по доводам, изложенным в заявлении возражениях. Ответчик против удовлетворения требований возражал по доводам, изложенным в отзыве. Изучив материалы дела, выслушав доводы заявителя и ответчика, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании статьи 71 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил, что требования заявителя не подлежат удовлетворению по следующим основаниям. Судом проверено и установлено, что процессуальный срок, предусмотренный статьей 198 АПК РФ, заявителям соблюден. В соответствии со статьей 198 АПК РФ, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решениями и действий, бездействия государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия или бездействия, не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. В соответствии с частью 4 статьи 200 АПК РФ, при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов и действий государственных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании, осуществляет проверку оспариваемого акта, оспариваемых действий и устанавливает их в соответствии закону или иному нормативному правовому акту, а также устанавливает, нарушает ли оспариваемый акт и действия, права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. В соответствии со статьей 13 Гражданского кодекса Российской Федерации пункт 6 Постановление Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года номер 6 дробь 8 о некоторых вопросах, связанных с применением части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным является одновременно как несоответствие его закону или иному нормативно-правовому акту так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых интересов граждан или юридических лиц обратившихся в суд с соответствующим требованием Таким образом, в круг обстоятельств, подлежащих восстановлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий или бездействий госорганов ходит проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативно-правовому акту и проверка факта нарушения оспариваемым актом, действием или бездействием прав и законных интересов заявителя Как следует из заявления, 17 ноября 2021 года Банк России включил потребительский кооператив Bestway в опубликованной на официальном сайте Банка России ссылка здесь список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке как содержащие признаки финансовой пирамиды посчитав указанные действия Банка России незаконными, заявитель обратился в арбитражный суд города Москвы с настоящим заявлением отказывая в удовлетворении требований межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни Bestway Суд исходит из следующего Положение статьи 3 Федерального закона о Центральном Банке Российской Федерации Банке России далее Закон о Банке России определяют цели деятельности Банка России которым в том числе относится развитие финансового рынка Российской Федерации и обеспечение его стабильности Статьей 76.1 закона о Банке России к функциям регулятора отнесены эффективное управление рисками, возникающими на финансовых рынках в том числе оперативное выявление и противодействие кризисным ситуациям защита прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках и иных потребителей финансовых услуг Выполнение указанных функций подразумевает выявление Банком России незаконной, недобросовестной или безлицензионной деятельности на финансовом рынке в том числе деятельности финансовых пирамид и устранение ее преимуществ перед добросовестными практиками Информация о выявленных нарушениях на финансовых рынках направляется Банком России в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации С целью снижения риска вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность упреждения о потере их имущества Банк России на официальном сайте в сети интернет cbr.ru далее сайт раскрывает список компаний или проектов с признаками финансовой пирамиды нелегального кредитора нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг Банком России на сайте разъясняется что участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России и быть включенным в реестр регулятора таким образом введение списка обусловлено целями деятельности Банка России и выполняемыми им функциями и осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации при этом само по себе нахождение в списке не влечет для организации или проекта каких-либо правовых последствий второе под финансовыми пирамидами понимается деятельность по привлечению денежных средств и или иного имущества физических лиц или юридических лиц при которой выплата дохода и или предоставление иной выгоды лицам чьи денежные средства и или иное имущество привлечены ранее осуществляется за счет привлеченных денежных средств и или иного имущества иных физических и или юридических лиц при отсутствии инвестиционной и или иной законной предпринимательской или иной деятельности связанной с использованием привлеченных денежных средств и или иного имущества в объеме сопоставимым с объемом привлеченных денежных средств и или иного имущества ответственность за которую предусмотрена статьями 14.62 Кодекса Российской Федерации об административных правоотношениях статьями 172.2 или 159 Уголовного кодекса Российской Федерации Далее, деятельность финансовых пирамид К признакам деятельности финансовых пирамид в том числе относятся широкая реклама в СМИ, сети интернет, в том числе в социальных сетях с обещанием высокой доходности организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга Multi-Level Marketing или MLM когда доход участника, инвестора или вкладчика формируется за счет инвестиций, вложений новых привлекаемых им участников Отсутствие точного определения деятельности компании, физического лица или публичного проекта, то есть заявления об уникальной деятельности Предусматриваются предварительные или специальные взносы для последующего участия в деятельности компании или проекта Привлечение денежных средств от населения для участия в программах, в том числе на приобретение автомобилей, квартир, земельных участков, товаров народного потребления, выступающих в качестве альтернативы банковскому кредиту С учетом поступления многочисленных обращений граждан, сообщавших о признаках незаконной деятельности кооператива на финансовых рынках Привлечение использования денежных средств граждан Банк России проанализировал деятельность кооператива Согласно уставу, в редакции от 8 февраля 2017 года Кооператив именовался как Жилищный кооператив Bestway И в пункте 1.3 устава заявлял об осуществлении деятельности по привлечению и использованию денежных средств граждан и или юридических лиц, пайщиков кооператива и иных средств на приобретение объектов недвижимости в целях передачи их в пользование А после внесения в полном размере паевых и иных взносов, предусмотренных уставом, собственность пайщиков кооператива При этом на страницах сайтов кооператива не сообщалось об осуществлении предпринимательской инвестиционной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств А также не сообщалось, что кооператив выступает заказчиком при строительстве каких-либо зданий Посредством сайтов сети интернет, кооператив позиционировал себя как добровольное объединение граждан, созданное на основе членства путем объединения его членами имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов Согласно размещенной на страницах сайтов информации, пайщикам кооператива предлагалось приобрести объекты недвижимости посредством участия в целевой программе недвижимость По условиям которой, пайщик самостоятельно выбирает объект недвижимости и вносит не менее 35% его стоимости единовременно, либо частями в виде паевых взносов не менее 15 тысяч рублей, оставшиеся 65% доплачивает кооператив Приобретенный объект недвижимости передается пайщику в пользование до полной выплаты его стоимости кооперативу При вступлении в кооператив потенциальный пайщик оплачивает вступительный членский взнос в сумме от 1020 евро до 2040 евро для физических лиц, которые не входят в стоимость объекта недвижимости А также обязуется ежемесячно оплачивать членский взнос 2000 рублей и минимальный паевый взнос 15 тысяч рублей Позиционируемое время ожидания пайщика в своей очереди на жилье составляет 12 месяцев До полной выплаты стоимости жилья недвижимое имущество находится в собственности кооператива После полной выплаты пая осуществляется переуступка кооперативам право на недвижимость Уставом кооператива предусмотрено понятие активный пайщик, которым является пайщик, лично привлекший в кооператив новых пайщиков, средства паевых взносов которых составили сумму, покрывающую заявленную ориентировочную стоимость объекта недвижимости для этого пайщика Пункт 1.10. Статьи 1. Устава жилищного кооператива Бествей, утвержденного 8 февраля 2017 года Процесс приобретения недвижимого имущества, исходя из документов кооператива, осуществляется в порядке очередности, за исключением активных пайщиков Статья 12 Устава ЖК Бествей, утвержденного 8 февраля 2017 года При этом до полной выплаты стоимости жилья недвижимое имущество находится в собственности кооператива После полной выплаты пая осуществляется переуступка права на недвижимость Анализ информации, содержащейся в обращениях граждан и открытых источниках, свидетельствовал об отсутствии точного определения деятельности кооператива и возможном нарушении кооперативом требований законодательства Российской Федерации На страницах сайтов кооператива сообщалось, что партнером кооператива является консалтинговая компания Life is Good Ltd Зарегистрирована 18 июля 2019 года в Белизе под номером 144 859 Далее Life is Good Через сайт которой осуществляется регистрация в кооперативе В свою очередь на сайте lifeisgood.company, lifeisgood, обеспечивалась возможность регистрации личного кабинета для дальнейшего вступления в члены кооператива По результатам анализа информации в сети интернет установлено, что партнером кооператива также являлась компания Germes Management Ltd Зарегистрирована в Белизе под номером 8617 По данным сайта регистратора Белиза статус компании не действующая Далее Germes Пайщикам кооператива на сайтах Life is Good предлагалось принять участие в инвестиционном проекте Vista, созданном Germes И предоставляющим возможность получить дополнительный гарантированный доход от 15 до 25% В несколько раз превышающий рыночный уровень для компенсации всех понесенных пайщиками затрат по процентам и членским взносам В рамках указанного инвестиционного проекта каждому участнику открывался счет Vista, регистрация которого осуществлялась через сайт Life is Good посредством создания личного кабинета Правоотношения сторон фиксировались договором оказания образовательных и консультативных услуг об информационных механизмах и способах управления капиталом При этом договором не предусматривалась ответственность Germes за ущерб или упущенную выгоду в отношении активов клиента и не предполагался возврат вложенных денежных средств Кроме того, пайщикам кооператива и владельцам счета Vista предлагалось получить дополнительный доход за счет привлечения новых клиентов, став консультантами Life is Good Деятельность кооператива и его партнеров широко рекламировалась в сети интернет, в том числе в социальных сетях Таким образом, анализ информации о деятельности кооператива и его партнеров, произведенный в рамках рассмотрения обращений граждан, показал в том числе такие признаки финансовой пирамиды, как Широкая реклама в СМИ, сети интернет, в том числе в социальных сетях, с обещанием высокой доходности Организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, а именно предоставление выгод пайщикам кооператива, привлекшим денежные средства новых участников, активный пайщик или консультант Отсутствие точного определения деятельности кооператива Наличие предварительных взносов для последующего участия в деятельности кооператива Привлечение денежных средств от населения в программу по приобретению недвижимого имущества, то есть целевую программу недвижимость, выступающую в качестве альтернативы банковской ипотеке В связи с изложенными, а также иными признаками финансовой пирамиды, в деятельности кооператива Банком России неоднократно направлялась информация в правоохранительные органы В том числе в адрес Генеральной прокуратуры РФ письмо Банка России от 3 сентября 2021 года Из ответа Генеральной прокуратуры РФ от 21 октября 2021 года Следует, что по результатам рассмотрения направленной Банком России информации о деятельности кооператива и его партнеров Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Ленинградской области 19 октября 2021 года возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 172.2 Уголовного кодекса РФ Указанная информация также размещена на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ С учетом и сложенного, действия Банка России по включению 17 ноября 2021 года Сведений о кооперативе, а также о проекте в целом, в список, являются законными и обоснованными Следовательно, в данном случае отсутствуют основания, предусмотренные статьей 13 Гражданского кодекса РФ и частью 1 ст. 128 Арбитражно-процессуального кодекса РФ, которые одновременно необходимы для признания ненормативного акта органа, осуществляющего публичные полномочия, недействительным, а решения или действия незаконными Согласно части 3 ст. 201 АПК РФ, в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт решения и действия или бездействия государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования Доводы заявителя, изложенные в заявлении, не находят своего подтверждения в материалах дела и не могут служить основанием для удовлетворения заявленных требований Судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины, подлежат распределению в соответствии со ст. 110 АПК РФ На основании, изложенного и руководствуясь ст. 65, 167 по 170, 176, 181, 200, 201 АПК РФ Суд решил, в удовлетворении заявления межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни Bestway отказать Проверено на соответствие требованиям действующего законодательства Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты принятия в 9-й арбитражный апелляционный суд Судья М.М. Кузин Если вы хотите ознакомиться с оригиналом данного документа то ссылку на него можете найти в описании к данному видео Если вы являетесь юристом и у вас есть какие-то комментарии, пояснения и дополнения по данному документу, то, пожалуйста, пишите их в комментариях В официальном телеграм-канале потребительского кооператива Bestway опубликован текстовый комментарий по поводу решения суда В следующем видео я зачитаю комментарии кооператива Следите за новостями, подписывайтесь на канал Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить Добавляйтесь также в нашу группу в телеграме С вами на связи был Андрей Жариков Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok